Рак почки дает метастаз в головной мозг примерно в 6% случаев. На сегодняшний момент являются ряд новых методов лечения. Это хирургическое лечение, лучевая терапия, которая может выступать как отдельно, так и в сочетании с хирургическим лечением, химиотерапия, таргетная терапия, а также остается поддерживающая терапия и симптоматическое лечение. При этом по литературным данным наилучшие результаты показывают комбинированное лечение. Это хирургия плюс облучение головного мозга. Применение лучевой терапии является наиболее доступным методом лечения. Особенно он актуален для пациентов, которым в силу коморбидности невозможно провести хирургическое лечение. А также пациентам, у которых технически неудалим метастаз из головного мозга. Лучевая терапия подразделяется на облучение всего головного мозга и локальное облучение, стереотоксическая радиотерапия или радиохирургия. Ранее стандартом после хирургического лечения пухолей головного мозга являлось облучение всего головного мозга. Однако прогресс не стоит на месте и в настоящее время отдается предпочтение применению стереотоксической радиохирургии, которая позволяет не только уменьшить количество местных рецидивов после операции, но и снизить риск развития когнитивных нарушений у пациентов. Сравнивая облучение всего головного мозга и стереотоксическую радиохирургию после хирургического лечения, было проведено многоцентровое исследование третьей фазы с оценкой влияния радиохирургии в сравнении с облучением головного мозга после хирургического удаления метастазов. Таким образом, учеными не было выявлено достоверной разницы в показателях общей выживаемости между сравнимыми группами, однако выявлено увеличение локального контроля при применении радиохирургии. Кроме того, в значительном количестве случаев после проведения стереотоксической радиохирургии после операции уменьшало количество когнитивных нарушений у пациентов. На сегодняшний день новым направлением в лечении пациентов с метастическим поражением головного мозга стало широкое сочетание таргетных препаратов иммунотерапии вместе с лучевым компонентом. Согласно недавним исследованиям, комбинация облучения всего головного мозга с таргетными агентами использует преимущество радиосенсибилизации, в то время как комбинация со стереотоксической радиохирургии использует обскопальный эффект. Сразу скажу, что литературный анализ невелик, отсутствуют обширные рандомизированные клинические исследования. Как правило, удалось найти только небольшие одноцентровые исследования. Однако они показали, что метастазы рака почки в головной мозг в сочетании с таргетной терапией мультикиназными ингибиторами не повышают токсичность лечения. Медианное наблюдение по разным данным составило от 5 месяцев до 34 месяцев. Еще одним из современных направлений в лечении пациентов с метастазами рака почки в головной мозг является сочетание стереотоксической радиохирургии и иммунотерапии. Так, в исследовании от автора УЗУ на его савторами на основании анализов результатов лечения 48 пациентов отмечено повышение медианы общей выживаемости в группе стереотоксической лучевой терапии с иммунотерапией в сочетании с группой, которая получила только стереотоксическую лучевую терапию. Кроме того, была проанализирована очередность получения лечения этими пациентами. Было проанализировано две группы. Пациенты получали стереотоксическую лучевую терапию и последовательную иммунотерапию, и стереотоксическую лучевую терапию и одновременную иммунотерапию. В этих двух группах преимущество у пациентов, которые одновременно получали лучевую терапию и иммунотерапию. Еще один интересный момент указан в гадлайне АСТР за 2022 год, где наряду со стандартными рекомендациями по лечению у пациентов с метастазами в головной мозг появилась новая рекомендация для пациентов с бессимптомным течением метастатического поражения головного мозга. Этим пациентам показано проведение мультидисциплинарного консилиума для решения вопроса, можно ли безопасно отложить лучевую терапию. При условии небольшого количества метастазов в головном мозге, их малого объема, отсутствия неврологической симптоматики и возможности выполнять МРТ головного мозга не реже одного раза в три месяца, то этим пациентам возможно начать таргетную терапию с дальнейшим присоединением лучевого лечения при необходимости. Итак, цель нашего исследования это оценка эффективности применения лучевой и таргетной иммунотерапии в лечении пациентов с метастазами рака почки в головной мозг. Материалы и методы это были амбулаторные карты истории болезни пациентов. Всего было 15 человек, выборка у нас пока небольшая. 10 человек были женщины, 5 человек мужчины, средний возраст 57 лет, пациенты на первой стадии 2 пациента, на второй 3, на четвертой 10 пациентов. Облучение всего головного мозга получили 5 пациентов, стереотоксическую лучевую терапию 5 пациентов и без лучевой терапии пока 5 пациентов. Химиотерапический компонент был представлен в двух видах. Это таргетная терапия, сунитениб, эверолимус-ленвотениб, позапониб, темсиролимус и иммунотерапия неволумаб. Итак, среднее время до метастического поражения головного мозга составило 46 месяцев. За время, ввиду небольшого количества пациентов, входящих в данное исследование, мы не получили статистически значимых результатов, но можем отметить, что лучше переносили лечение пациенты, которым проводилась стереотоксическая лучевая терапия головного мозга, в сочетании с пациентами, которые получили общее облучение всего головного мозга. Это, на наш взгляд, обосновывается тем, что изначально стереотоксическую лучевую терапию получали пациенты с меньшим количеством очагов и более сохранные, в то время как облучение головного мозга назначалось пациентам с массивным поражением и зачастую с имеющейся неврологической симптоматикой. Что же касается больных, кому назначается только иммуно- или таргетная терапия, эти пациенты находятся под тщательным контролем. Мы выполняем МРТ головного мозга один раз в три месяца. И при ухудшении состояния, при появлении неврологической симптоматики и прогрессировании, этим пациентам будет проведена лучевая терапия. Была достигнута положительная динамика у трех пациентов. Это три частичных регресса в головном мозге. И в всех этих случаях лучевая терапия сочеталась с таргетной терапией. Стабилизация была у большего количества пациентов, отрицательная динамика у двух пациентов. Хочу проиллюстрировать доклад двумя короткими клиническими примерами. Пациент состоял на учёте с 2009 года. Была выполнена нефректомия справа. В 2009 году гистологический почечноклеточный рак с светлоклеточный вариант. В дальнейшем пациент наблюдался. По данным дообследованиям в 2017 году было заподозрено образование паренхемы лёгких. Была выполнена диагностическая торакоскопия с биопсией. Гистологически подтвердился метастаз почечноклеточной карциномы в лёгкое. Проводилась на ту пору терапия иммунотерапия интерферон с биоцисумабом. В 2018 году была выполнена компьютерная томография головного мозга. Картина метастазического поражения. Проведён консилиум, по которому был назначен окситиниб. Лучевая терапия в этот момент не назначалась. Из-за отсутствия пациента неврологической симптоматики, объёма лечения, неизвестной давности метастазов и возможности контроля по МРТ головного мозга. В 2019 году пациент получал лечение. При КТ было обнаружено прогрессирование. Пациенту назначили, сменили химиотерапию на неволумаб. И провели в 2020 году сеанс стереотоксической радиохирургии на область метастаза в головном мозге. В январе 2020 года пациенту это лечение провели. Смерть была зафиксирована в феврале 2020 года. Но хочу отметить, что пациент скончался от атипичной пневмонии. В то время, когда в марте 2020 года была объявлена пандемия COVID-19. Время дожития составило 128 месяцев. И второй короткий клинический пример. Пациентка на учете с 2014 года после нефректомии. В 2019 году было выявлено образование в легких. Была выполнена видеоассистированная торакоскопия. И резекция нижней доли правого легкого подтвердилась почечноклеточная карцинома. По МРТ головного мозга образования в теменной доле. Пациентке был проведен курс роботизированной хирургии на метастическое поражение. Пациентка получала Ниволумаб. Переносит его удовлетворительно. При контроле по МРТ головного мозга опухолевых очагов не выявлена полная резорбция ранее определяемого очага. Пациентка жива приходит на контроль без признаков прогрессирования. Время наблюдения составило 92 месяца. Коротко выводы. Добавление в схему таргетного компонента позволяет добиваться контроля опухолевого процесса у больных в диссеминированном ракопочке в головном мозге. У пациентов с небольшими метастическими очагами в головном мозге без неврологической симптоматики возможна тактика наблюдая и ждем. Спасибо за внимание. Большое спасибо Наталья Дмитриевна.